Вот, все уже. Так, хорошо, выход. Да, ну хорошо, теперь можно начать лекцию. Так, все. Так, у всех микрофоны отключены, но вы можете в любой момент включить микрофон. И это самое, задавать вопросы. Так, вот, ага. Вот сейчас. Значит, я в прошлый раз рассказывал про эти самые, про функцию Рабина, а сегодня расскажу про обобщение этой функции. Некоторую другую функцию, она называется функция RSA. Так, скажите, вы видите экран? Похоже, что нет. Да, да, видно. Сейчас, а почему я его не вижу? Ну, вот, где в дальвякчус? Сейчас я тоже увижу, чтобы вы видите. Ага, вот я тоже его вижу. Вот то, что называется пример 2. Функция RSA, это тоже не укладывается в определение обычной односторонней функции. Проблема в том, что там для каждого n не одна функция, а целое семейство функций. Значит, одна функция семейство задается следующим образом. Значит, идентификаторная функция – это число, которое есть в произведении двух простых функций. И вот оно, Y. Значит, это число Y, произведение чисел по ИКУ, они должны быть различны и не более чем n-битовые, то есть меньше чем 20 дней. Но это, так сказать, половина идентификатора. А вторая половина идентификатора – это тоже двухn-битовое число, Z. Оно должно быть взаимопросто со значением функции Эйлера, так называемой, на Y. Вот тут написано, что функция Эйлера на Y. Смысл этого выражения – это число чисел от нуля до Y, которые взаимы просто с Y. Значит, почему оно равно именно P-1 на Q-1? Потому что, значит, давайте я объясню. Всего чисел P-Q от нуля до Y-1. При этом 1P-тая часть делится на Q, ну, а именно Q-чисел… P-чисел, извиняюсь, 1Q-тая часть из них делится на Q, ну, то есть P. И, наоборот, 1P-тая часть делится на Q, то есть Q. Значит, из всего P-Q надо вычесть таким образом P и Q. Ну, и число 0 будет посчитано два раза, потому что оно делится и на P, и на Q. То есть его надо назад добавить. Получается P-Q минус P минус Q плюс 1. То есть как раз P минус 1 на Q минус 1. Вот. И, значит, имея пару таких чисел, значит, Y и Z, мы определяем функцию равенна, которая, значит, определена на всех числах X от нуля до P-Q, взаимно простых с Y. И действует как просто возведение в степень Z по модулю Y. Вот. Следующая формула — это просто, значит, область определения этой функции. Вот. Обозначен D от Y к Z. Значит, это все эти числа от нуля до Y, еще раз повторяю, которые взаимно просты в связи с Y. Ну вот, фундаментальный факт про эту функцию состоит в том, что она на этом множественной перестановкой является. Ну, значит, почему это так? Ну, во-первых, значит, если мы возводим число взаимно простой с Y в любую степень, то, очевидно, опять получится взаимно простое. Ну, а поскольку мы приводим еще по модулю Y, то оно опять окажется в интервале от нуля до Y. Вот. Таким образом, это действительно отображение вот из D в D. Кроме того, значит, она инъекция. Значит, почему инъекция? Ну, вот надо объяснить, почему X в степени Z однозначно определяет само X. Значит, еще раз повторяю, Z и Y вмещающие считание фиксированное, а X — это аргумент. Значит, почему X в степени Z однозначно определяет само X? Ну, потому что тут есть следующий алгоритм просто его нахождения. Значит, давайте воспользуемся тем фактом, что вот этот Z-показатель, значит, он взаимно прост с функцией Эллера. Значит, функция Эллера — это количество взаимно простых чисел, то есть размер мультипликативной группы, вычетов по модулю Y. Если любое абсолютно число возвести в степень, равную вот этому количеству, то получится единица вот по теории Лагранжа. Этот факт нам и нужен. Значит, вот давайте мы возьмем число U, вот посмотрите на эту формулу, которая определяется так. Значит, U — это обратный Z по модулю фи от Y. Значит, не по модулю Y, а по модулю функции Эллера на Y. Ну, пользуясь тем, что U, Z взаимно просто, значит, с этим самым святый Y, мы можем действительно найти к нему обратный. И, ну, это по алгебраической теореме. Ну, вот обозначим его через U. То есть, иными словами, Z, U сравнимо с единицей по модулю фи от Y. Ну, или по-другому, Z, U равно единица плюс K на фи от Y, из-за этого целого K. Теперь давайте мы делаем следующее. Будем делать все операции по модулю Y сейчас, а именно мы возведем X в степени Z. Вот сюда надо сейчас смотреть. X в степени Z мы еще возведем в степени U. Ну, получится X в степени Z умножить на U. В пользуясь тем, что Z, U есть единица плюс некоторая кратная фи от Y, мы это можем написать как X в степени единицы плюс некая кратная фи от Y. Но поскольку X в степени фи от Y равно единица, X для любого вообще ненулевого элемента X, а по слову X именно ненулевой, потому что X принадлежит этой группе. он сравнимый, он займёт просто с Y. Значит, X таким образом в степени фи от Y равно единица, поэтому X в степени единица плюс K на фи от Y это то же самое, что X. Ну, то есть сравнимо с X по модулю Y. Вот. Ну, то есть по X в степени Z можно найти X, возведя его просто в степени U и выполняет вся операция в модулю Y. Ну, тем самым, эта функция объективна, ну и поскольку она отображает для себя, она также и северить. Так, понятно это? Да. Так, тогда давайте перейдём к следующей страничке. Вот, значит, есть гипотеза, что... Да, мы до сих пор не сказали, чему взять равным Y и Z. Ну, при некоторых Y и Z, может, ну, особенно, например, если Y очень маленькая, эта функция может быть, конечно, обратимая. Но гипотеза, так сказать, состоит в том, что в среднем она необратима. Ну, ошибочно может показаться, что мы только что описали алгоритм её обращения, а именно развести значение функции X в степени Z в степени U. Но этот алгоритм на самом деле осуществить невозможно, потому что мы не знаем U. Чтобы найти U, надо найти обратное, значит, к Z. Но в каком модуле? По модуле фиотикрик. А мы не знаем фиотикрик, потому что мы не знаем ни P, ни Q. Мы знаем только Y. А чтобы найти P, надо Y разложить на множество или представить его в виде PQ. Но это как раз предположительно трудная задача в среднем. То есть в среднем предполагается, что если Y предполагать случайно, то трудно найти PQ, но тем самым трудно найти U. Ещё всё, что мы описали, значит, трудно выполнить. То есть за полименальное время мы это, скорее всего, не сможем сделать. Но более точным это имеется такая гипотеза. а необратимость этой функции. Вот она тут. потягиваю. Так, сейчас, секунду. Представим себе, что Y выбирается случайно с равномерным определением, как было описано. То есть у нас фиксируем N, мы берём случайное, простое число PQ, различное N-битовое. И, значит, дальше мы выбираем случайно Z с равномерным распределением среди чисел, которые взаимно просты с FI от Y. Ну и, наконец, X будет случайно выбираться вот в области определения функции RSA, D от YZ. Ну и в результате вот таких выборов мы получим некое распределение, на тройках двух-энбитовых чисел, ну, потому что у нас Y, Z, и X это 2-энбитовых чисел. Ну, давайте обозначим через Z. Мюен. Так вот, гипотеза стоит в том, что это распределение трудно является для функции Райбена, ой, функции RSA. Но более точно, значит, мы сейчас предполагаем, что мы все эти функции, то есть при каждом YZ объединили в одну. То есть аргументной функцией у нас будет пара YZ, и X из области объединения до YZ, а значением функции будет, опять же, пара YZ, которая, значит, никак не меняет функцию. И X в цепени Z по модулю Y. Ну вот, если описанным образом выбирать X, Y, Z, то эта функция трудная, ну, гипотеза стоит, что она трудная, то есть функция, прошу прощения, сильно односторонняя, против, значит, любого из противников, и равномерного, и не равномерного. То есть, если у нас есть схема полиминального размера, то она справляется с задачей обращения этой функции для пренебрежима, лишь для пренебрежима малую долю всех троек X, Y, Z, ну, по тому распределению, как было описано. Вот. Теперь важно, что эта последовательность распределения еще доступна. Ну, значит, для тех, кто прошлую лекцию пропустил, я объясню. Напомню, определение доступности. Значит, доступность означает, что есть некий алгоритм, который генерирует это распределение. Ну, более точно, значит, алгоритм, получивший на вход N, должен выдать на выход, в данном случае, тройку X, Y, Z с указанным распределением, ну, или отказаться от выдачи чего бы то ни было. При этом вероятность отказа должна быть при режиме маленькой и при условии, если алгоритм не отказался выдавать на выход тройку, выданная тройка, значит, должна иметь равномерное распределение. Ну, существование такого алгоритма более-менее очевидно, потому что, значит, более-менее он был описан, значит, вот, по икуму умеем в распределении выбирать, ну, так сказать, я тоже на прошлой лекции объяснял, как брать простое число случайным образом. Просто выбираем случайным образом N-bit н-битовое число, проверяем, простое оно или нет, полиэкономерный алгоритм трех индийцев. Если простое, то выводим на выход, а если не простое, то заново проводим тот же самый выбор. Ну, и вероятность того, что с одной попытки мы выберем, попадем на простое число, довольно большая, потому что по закону распределения среди N-bit чисел примерно одна N-т доля чисел является простым. Поэтому, если повторять этот процесс N-квадрат раз, то с режимом малой вероятности ошибки, ну, ошибки в смысле отказа, мы рано или поздно получим простое число. И вероятность того, что N-квадрат попыток не дадут нам простое число, она будет примерно E в степени минус N. Экспонентральность 30 к нулю. Ну, и то же самое с числом q можно делать. После этого мы выберем P-кв, и мы, выбрав P-кв, мы будем знать значение функции L-R на Y, то есть P-минус 1 на Q-1. Вот. А после этого нам надо будет еще выбрать это самое Z. Ну, Z мы опять методом пик-ка будем брать. Мы опять возьмем случайное пик-ка будем Да, я не знаю,